Футбольный бог он наказывает, это уже проверено. Я думаю, что Сибирь, Урал, Дальний Восток знали, кто такой Иртыш. У меня одноклассники мои, они все были фанаты Иртыша. Здесь в этой ситуации может быть талантливый мальчишка, а у него нет возможности выехать. При хорошем отношении, при правильном питании к жизни, к футболу, его нельзя ни в коем случае обижать, делать неправильные вещи. Футбольный бог он наказывает, это уже проверено. Поэтому трепетно всегда к этому относились. Я думаю, что наградим в этом плане, что до сих пор можно принимать участие в ветеранском движении, в ветеранских турнирах, играть и получать истинное удовольствие. Это именно удовольствие, потому что сейчас уже скорости не те, но голова по-прежнему думает и заставляет многие правильные передачи отдавать. Поэтому, наверное, это счастье. Андрей Зосимов. Профессиональный футболист, тренер. Популярный полузащитник 80-х-90-х годов признается, на футбольном поле брал не количеством голов, а их качеством. Тогда во всей стране был футбол-хоккей на первом месте, поэтому выбор стоял только двигаться. Как-то, наверное, вот этот дух времени, старшие товарищи. Родители, отец спортивный, он меня поддерживал, но так, чтобы направлять, видимо, двор, который направлял. Старшие уже играли, нас к себе привлекали, поэтому влюбился в футбол, в хоккей. И все, и с самых маленьких лет, на сибирский нефтяник, лет семи, наверное. Когда начал заниматься уже серьезно с тренером, видно были какие-то наработки. Иван Васильевич Герасимов, он достаточно жесткий, профессиональный, требовательный такой человек. И поэтому у него в детском футболе очень такие успехи. Он много подготовил ребятишек для большого футбола. Очень много обращал внимания на характер, чтобы все были на поле, во-первых, как одна команда, и выкладывались полностью. Он не любил недоработок, не дай бог, неуважения к футболу. Антропевтические данные, то есть они всегда имели место, то есть генетика, на родителей смотрят, тренерский состав. Крупные нападающие, то есть имеют место. Защитники, вратари сейчас очень большие. Полузащитники уже должны быть более маневренные, такие более ловкие, гибкие. Это так бывает. Начинают нападающими, заканчивают защитниками и наоборот выдвигаются. Как в команду принял Корнея Андрей Шпельник, Александр Владимирович Ивченко. С 79-го года команда начала прогрессировать. И потихоньку мы добились чего хотели. Кубок России. В призовую тройку вошли. И на протяжении десятка лет, да, там больше, команда из призеров не выходила. Я думаю, что Сибирь, Урал, Дальний Восток знали, кто такой Иртыш. Попали в первую лигу советского эшелона. Подтянулся народ за счет этих побед, да, 83-го года. Трибуны были полные. Тогда, конечно, болельщик знал каждого футболиста. Такого какой-то суперпопулярности не было, потому что мы еще такие были, достаточно молодые. Были более опытные футболисты. Мы тянулись, старались. И думаю, что с каждым годом, да, потихонечку узнаваемость пришла. Поэтому такой болельщик был затошный. Они знали команду полностью, как живут, чем живут. На тренировки приходили, смотрели. Поэтому всегда было очень интересно. Ты понимал, что ты нужный. У меня одноклассники мои, они все были фанаты Иртыша. Они все ходили на Иртыш. И когда мы с Андреем поженились, и когда мы и мальчишки, мы общаемся до сих пор. Уже очень много лет прошло, как мы закончили школу. И когда они узнали, что я вышла замуж за Зосимова, я встретила тут тогда одноклассников. И они говорят, Ира, ты правда вышла замуж за Андрея Зосимова? Для меня это было так удивительно. Я говорю, ну да, а что такого? Я говорю, ну Андрей Зосимов, да ты что? Да мы на него ходили смотреть, да он так играл. Да это шестой номер, да там прям такие дифирамбы. По-моему, шестой он был, а потом он был восьмой. Это мне уже мои одноклассники рассказывали. Я даже в те времена не в курсе была, какой номер у моего мужа. А во Франции как попали? И что там за гол был, который решающим стал? Отыграл во второй лиге в «Динамо», закончил, да, это 99-й год. И в конце года мне поступило предложение съездить на финал. Во Франции состоялся этот чемпионат Европы среди железнодорожников. Вышли в финал. Был заключительный матч, если я не ошибаюсь, с Грецией в подгруппе. Мы ввели в счете 2-0, и была информация с другой подгруппой. Если мы забьем еще гол, то вероятность то, что мы можем попасть в финал. И такое стечение обстоятельств. Вратарь поторопился, начал выбивать быстрее в атаку, что время мало осталось. Я находился в центральном круге. Мяч им выбитый доходит до меня. Мне ничего не оставалось вернуть ему обратно. Получилось, что через него перебросил мяч и забил красивый гол, который принес победу команде и выход в финал. Поэтому это были минуты такого футбольного счастья. Уезжали, уезжали в другие клубы. Лично у меня на протяжении всей карьеры были постоянные приглашения. Получилось, что я после армии только в «Металлурге» в Новокузнецком отыграл. И в 90-х отыграл в «Ангарске». Мое возвращение в 93-м году, это да, ты понимал, что подходит новая волна молодых футболистов, хороших перспективных. И мне в этом плане только помогло, мне было 33. Было большое желание, мне дали возможность поиграть. Мне это очень было приятно. Снова вернуться, подготовиться. Ну, конечно, надо вовремя уходить и понимать, когда уже тяжело. Успех – это такое завершение всех своих умений, своих качеств. Вот это, наверное, все, что в тебя вкладывали родители, тренер, те старшие товарищи. Наверное, вот это сочетание всего делает успешным и получаешь от этого удовольствие. Я ходила к нему на игры не потому, что мне футбол интересен, нет, потому что я влюбилась в этого человека, я ходила, смотрела на него. И вы знаете, его вот эта вот игра, его пластичность, его работа с мячом, вот меня, честно говорю, меня так это сильно завораживало. Это так было необыкновенно, это красиво, вот честно скажу. Мой муж в футбол играет очень красиво. Еще хочу рассказать забавные случаи насчет футбола. Когда был вечер у нас футбольный, они стали чемпионами Омской области нефтяник. И мальчишки из команды с женами, и жены все такие обиженные. Вот, у них на первом месте футбол, потом только жена, потом только семья, вот это все. И я говорю, мальчишки, а что, правда? Они говорят, да, конечно, футбол на первом месте. Я говорю, Андрюша, а у тебя что на первом месте? Он говорит, жена, конечно. Но в перерывах между футболом. Самое главное в жизни это футбол. Понимаете, когда любишь человека, тогда живешь его жизнью, тогда интересуешься. И поэтому для меня вот, да, поменялось. Я начала интересоваться футболом, я начала знать игроков. Я даже начала понимать в правилах, что для меня раньше было вообще непонятно абсолютно. Поменялось и поменялось в связи с тем, что и ребенок потом играл в футбол. Мне приходилось не местить на соревнования, мне приходилось где-то подстраховывать его. Ну да, так это жизнь у меня под моих мужчин, больше под футбол. Так получилось, что я, наверное, своим футболом заразил все, мячи, вся моя образа жизни началась с того, что 2002 год, чемпионат мира. Когда я его домой принес, он совсем маленький, я сказал, ну, видимо, мы будем связаны с футболом с тобой. Он был очень активный и попросился, будучи еще в садике, со мной ходил. Я занимался клуб смена дворовой рядом с домом. Я набирал ребятишек, у меня были прекрасные условия, был бассейн, был зал, площадки. И у него проснулось желание заниматься. Взял его на тренировку. Буквально минут через 20 звонок на городской. Беги быстрее. Я говорю, что случилось? Ему в голову, мне чем попали? По-моему, он закончил, говорит, футбольную карьеру. Я быстренько оделась, бегом побежала. Думаю, боже мой, только чтобы не было травмы. Прибегая туда, я говорю, а где ребенок-то? Я ничего понять не могу. А он уже бегает с ними, играет. Я говорю, ну, а зачем я пришла? Он говорит, ну, он настолько горько рыдал. Говорит, я думала, что он закончил с футболом. Но это, говорит, радание буквально минуты-две было. Я думаю, что это на уровне генетики. И не просто же у меня папа профессиональный футболист в конце до концов. Все, что я умею, это по большей части работа именно папы. Он заложил во мне технические какие-то навыки, тактические. А дальнейшие тренеры уже просто их развивали. А папа заложил именно вот эту вот базу, на которой все и держится. И именно поэтому, наверное, я могу считать его лучшим для себя тренером. Ну что, побежимся? Легко побежим? Давай. Уходим вправо. Все, давай. Потянемся. На стяжечку. Ножки. Дрю, за дыханием следи. Но и ноги вместе. Дыши, 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 дыши. А кого сложнее тренировать? Своего сына или вот какого-то чужого ребенка? Своего сына сложнее. Много требований. Поэтому лучше, конечно, не тренировать. Потому что когда-то задали вопрос, на кого такой крик и эмоции такие. Наверное, заволновались, что на их детей, есть такие родители. Но тоже она ответила, это он на собственного сына, вы не переживайте. Ну, немножко. Я считаю, что, как говорят, надо в себе убивать футболиста, когда ты тренируешь. Помягче, помягче. Высоко не поднимай, не поднимай ногу. Мяч ждете. Он сам придет. Сам придет, спокойно. Набор это одно, да? А потом еще отобрать надо. И все, кто готовит на серьезную спортивную подготовку, да, конечно, мечтают, чтобы к нему пришли такие суперталантливые, самые лучшие, чтобы гордиться ими, чтобы они прославляли этого тренера, да. Да и получать удовольствие от того, что ты даже не в этом, наверное, а просто удовольствие, что он впитывает все и получается, наверное, вот это. Что ты понимаешь, что ты не зря на работе. Поэтому тут и терпение надо. Очень-очень трепетно относиться. Но, в общем-то, конечно, видно. Есть изначально. То есть, можно сказать, что уже туда ходить не надо. Занимайтесь каким-то другим видом спорта, просто подсказать. И он там будет счастлив и достигнет каких-то успехов. А вот так ребятишек, конечно, сразу практически видно по их активности, по правильным движениям. Хорошие, талантливые ребята. Есть они всегда и будут. То есть, конечно, здесь очень много факторов извне. Когда идет поддержка, идет профессиональное отношение, то есть я думаю, что люди готовы работать. Если есть у них возможности, есть у них инфраструктура, которая должна быть, обязана быть, тогда можно спросить, если все есть для того, чтобы заниматься профессионально и качественным делом, и достигать каких-то результатов, должны быть условия определенные. Сейчас мы сборные не можем накормить, напоить, чтобы они были сыты, поехать в поездку. Все за счет родителей. Одеваться, обуваться, ездить на соревнования. Поэтому, конечно, здесь в этой ситуации может быть талантливый мальчишка, а у него нет возможности выехать. А у кого обычно есть финансовая поддержка, не всегда он, так скажем, подходит к тому же результату, который нужен. Поэтому такие тренера ищут какую-то поддержку, какую-то материальную помощь извне. Работают дополнительно. Они уже, получается, не как тренер, а как организатор, как администратор. Бутсы хорошие, получается, от 5 до 10 тысяч. Форма, костюм тренировочный, костюм на выезд. Стараются бюджетные варианты искать. Родители не все могут. Конечно, если все брать качественно, из хорошего материала, то, конечно, это очень дорого. Поэтому ищут какие-то попроще. Мяч – это самый главный атрибут, который завораживает дети ради мяча, готовые идти на все, на тренировки, тренироваться, совершенствоваться. Чем качество лучше, тем больше служит, чем проще, они быстрее в негодность приходят. Ну, конечно, приходится родителям часто покупать эти мячи. Хороший мяч. Ну, я думаю, что от трех и выше. Футбол считается самый травматичный вид спорта, один из самых травматичных. Потому что футболист полностью открыт. Голова открыта, все тело открыто. Только голень защищает. Ну, без щитков – это сильные ушибы, порывы, переломы. То есть это в большом футболе предостаточно этого. Голова открыта, очень много травм головы. Ну, вот они, футболочки. Синтетика. Первая синтетика, конечно, шла очень грубая и плотная, некомфортная. Но потихоньку начали совершенствоваться. У них уже стало намного приятнее играть. Смотрят, каким занимаются именно мини-футболом, большим футболом. Если для зала, то обувь, конечно, должна быть очень удобная. Из кожи, она, конечно, приятнее на ноге. И качество исполнения, как они прошиты, как они сделаны, колодка. То есть все должно быть соответствовать. Ну, в зависимости от возможностей родителей, если они могут купить более качественную обувь, то есть она немножко дороже стоит, где-то в районе трех тысяч. Одеть на футбол, это 5-6 тысяч для начала надо иметь. Так, мальчики, ну что, спасибо за работу. Все свободны. Все свободны, пожалуйста, нужно по домам. С кем-то общаетесь из тех игроков? Практически со всеми, кто в городе. Мы постоянно встречаемся, также на футбольных площадках играем, общаемся вне футбола, поддерживаем плотные отношения. Как мы всегда шутим, мы хотим как можно дольше двигаться. Друг другу желаем при каждом удобном случае вести активный образ жизни и на свежем воздухе участвовать во всех соревнованиях, которые нас приглашают. Я думаю, что футбол нас всегда объединял, много очень интересных людей. Помимо футбола, они со всех других направлений, но футбол нас делает такими, так скажем, друзьями. У нас появляются общие интересы, я этим очень дорожу. Одно время вы играли за завод, нефтезавод, да? Если брать команду, насколько она отличалась от профессиональной по качеству? На тот момент, когда мы организовали эту команду, первые шаги, вот в этом как раз пятом году у нас и получился вот этот турнир. Очень серьезный сразу, мы попали в финал с очень организованной и уже на тот момент ребята играли, они уже в мастерах играли в мини-футбол, поэтому экипированы, одеты, тренировочный процесс. Мы были, конечно, в этом плане поскромнее, у нас были, так скажем, все любители на тот момент. Думаю, как с молодежью играть, более такие молодые ребята против нас были, надо физически быть готовым. Поэтому наша задача была привести себя в порядок, учитывая нашу разную подготовку. А вот тот дух, наверное, именно нефтяниковский, вот именно вот эта жажда победы, не уступать никому. Мы, наверное, не успели даже испугаться, кто против нас вышел. Я не помню даже до сих пор, что я ребятам сказал, но они так здорово отыграли. Поэтому даже я подумал, научить нельзя. И нас сверху наградили. То есть за нами футбольный бог следил, он нам дал возможность победить в этом матче. Поэтому вот такое неизгладимое впечатление осталось в жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А было такое, что вы уставали от футбола? Конечно. Конечно. Иногда были такие большие нагрузки и насыщение футболом, что в какой-то момент подумал, устал и хочу отдохнуть. И как бы наелся этим футболом. Да, есть перенасыщение, может такое быть. Этот момент присутствует у любого футболиста. Но чуть-чуть восстановился и уже тебе его не хватает. Ты снова хочешь двигаться, ты хочешь снова играть. Влюбился в этот город мальчишкой. Мне очень нравилось. Он был такой ухоженный, красивый. Говорили, город-сад. И этим всю жизнь гордимся, что он город-сад был. Об этом говорили везде, где мы только не были. Когда ездили по всему Советскому Союзу, очень много было про Омск сказано. Что он молодой, студенческий, красивый. То есть все было удобно рядом, в доступности, в шаговой. Поэтому все друзья с детства так вместе выросли. Идем по жизни со многими друзьями. Поэтому, да, это очень такое значимое место. Это Советский парк, который находится рядом с нашей речкой Иртыш. Место очень красивое. Мне очень оно вдохновляло. И мне это место очень дорого. Свободное время, если у нас получается, то мы любим прогуляться, подышать, посмотреть, какие изменения. Ну, не так часто, да, но мы очень любим погулять. Мы уже, наверное, в том возрасте, когда мы любим быть на месте, уже поменьше передвигаться, да, куда-то изменять резко свое направление. Ну, я думаю, что все равно, как бы ни было, я живу с таким пониманием, что вера, надежда, она всегда должна быть. И если были трудные минуты, то я думаю, что почему-то я верю, что все равно город должен опять стать тем омском, который помним мы, любим его. Мне очень хотелось бы, чтобы наш Иртыш достойно выступал. Сейчас он идет вперед, и я думаю, что выиграет первое место в зоне Сибири и Востока. И он заслуживает игры в первой лиге. Хотелось бы вернуть зрителей на трибуны. Наш миллионный город этого заслуживает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова